Девушки отдыхают Скорая военная помощь переделана из старой ВАЗовской четверки, видавшей и виды, и осколки, и пули всех калибров. Там территория под утесами простреливается, поэтому сильно правда не высовывается. Я скажу, прилезь, там ложитесь. На передке сильно контужен боец, он без сознания. Обычно где контузия, там все что угодно может быть. А вот теперь пригнули, здесь зушка работает по прямому. Палыч, мне это очень интересно. Ну, по прямой угроба в зеленке. Сколько, Данил? Километра полтора предел. Нас здесь накрыли прошлой разушкой. Или смотаться ушли. Прямо по курсу. Вот здесь тормозимся. И где-то здесь. От госпиталя до передовой действительно две минуты. Они многим спасали жизнь. Разворачиваемся. Я выхожу, ты разворачивайся. Давай. Ствол в машине получи. Осторожно. Давай. Пошли, давай. Пошли, давай. Пошли, давай. Пошли, давай. Пошли. Из живых обычно. Пошли, давай. Бойца бросила взрывной волной на дно окопа. Похоже, сильно ударился головой. Не подает признаков жизни. Еще и сломана нога. Первым делом наложили на нее шину. Тихо, спокойно. Ну-ка еще. Ты за шведской? Поехали. Палыш, нежно, но быстро. Нормально. Не трогаем. Не смешал. Потихонечку. Раненому делают укол. Везут в нейрохирургию. Тоже недалеко. Но еще надо ухитриться проскочить. Походу, обстрел пошел. Видел? Вон, смотри. Видишь? Смотри, бля. Походу лазать начали. Потихоньку. Палыш, очень-очень быстро и очень нежно. Я понял. Мне эта тучка очень не нравится. Это только начинает. Стабильное давление. По нам фигарят, что ли? Да, блядь немножко. А вот, походу, справа. Лишу это. Вот, вот, вот. Вон ворон. Видя? Я ее не помню. Она свежая. Она только пролетела. Опа. Госпиталь весеноватый. Сюда привозят раненых сразу с передовой. У каждого человека, каждый человек устроен минимум с четырехкратным, с четырехкратным запасом прочности. Можно у человека забрать практически одну почку целиком и вторую наполовину. И он будет жить, если хочет жить. Самое ценное для военного фельдшера в его докторском чемоданчике. Если там чего-то не хватит, на передовую довозить будет поздно. А что, чемоданчики все-таки тебе похвастаются? И что, заменил? А? Ах ты. За Шибенский? Да. Ценят ложка. И здесь получается еще со скорой помощью как направление. А что есть проблемы мозга? У нас всегда есть со всеми проблемы. Но только не у Сергея Капустина. Сам себя не обеспечишь, никто не обеспечит. Вот это залетчик, который решил ногой вог отбить. Но не попал по нему. Вог попал по нему. Вог – это выстрел от автоматического гранатомета. Как летит неслышно, разрывается на сотне мелких осколков. Это когда прилетают с осколками. Вот мы их вот так ищем, чтобы сильно долго не мучиться. Вот так если провести на ноги, оп, они прилипают. Вот, знаешь, здесь осколок, да? Да, вот он торчит. Вот если хорошо. Смотрите, ну хоть покричал бы ради принципа. Правда, у украинских военных появились какие-то новые мины с керамическими осколками. Их и магнит не берет. На рентгене их не видно вообще. Просто потому что не видно. Рук под руками чувствуешь? Недолго. Ну вот они. Никак не реагируют. Вот он сидит в башкентце под кожей. Засело. А этому бойцу ВОГ попал прямо в ногу. Оторвало сразу. Стоял в окопе. И начался обстрел. И вот ВОГ прилетел прямо на голень. Разорвался прямо на ноги. Дедушка держится у нас молодцом. Уже идет на поправку. Сейчас мы его здесь подлечим. Будем протезировать. Станет в строй. Капустину приходилось неразорвавшиеся ВОГи на боевом взводе прямо из раненых доставать. У кого из груди, а у кого из руки. ВОГ попадает в левую руку, пробивает руку и вот в таком варианте, вот в таком варианте приходит ко мне. Кровотечения практически нет, но это торчит. И оно уже взведенное. Вести его куда-то, трясти. Ну, было риск, вот наберешь вот так за юбочку, его так упа и на себя хлоп вытащил. Взяла его. Как кинул-то. Ну, что самое интересное, он взорвался. Так что, в принципе-то да. Или мне повезло, или бойцу повезло. Кому-то из нас точно повезло. Артем Алифир копал окопы. Снайпер поймал его в полусогнутом состоянии. Вот он, вход. Пуля на выходе образовала в груди огромную дыру. Вот в нее Капустин засунул руку. И пока ехали в госпиталь, умудрялся зажимать разорванные сосуды и одновременно запускать сердце бойца. Сердце вот так делает. И чувствуешь, что надо тихо, тише, тише. Бросаешь так. И хватит опять заново. Когда сердце вот так в руку помассируешь, оно чуть быстрее начинает стучить. И вот в варианте мы его привезли. У бойца были прострелены печень, легкие, развороченные сосуды у самого сердца. Он потерял три литра крови. Хоть и был в бронежилете, но бывает и этого мало. Нужно еще в рубашке родиться. Два раза сердце заводили, три я уже. Сильно все не помню. Вот тут дырки, вообще ничего не было. Рукой так залез и там внутри ковырялся. Вот так. Нормально все было. Ему не понравилось, правда. А ваши какие ощущения вот когда? Там уже так как-то было, лишь бы спасли. Капустин и сам был ранен прямо на поле боя, когда пытался спасти тяжелораненого бойца. Вместо части черепа у фельдшера – титановая пластина. Это поймала меня Бэха. 10 марта 16-го года на промзоне. Он видел прекрасно, что я с раненым работал и бил в упор. У Бэха отличная оптика. Он не мог видеть, что я был даже без оружия. Слова стрельного меня отбросило. Слопотал дырку в черепе. Бойцы меня вытащили. Но боец, кстати, раненый тоже выжил. Продолжение следует.